Коротко о самом процессе, чтобы понимали телезрители, как будет происходить. Тот, кто запросил возможность голосования по почте, получит конверт, в котором содержатся три конверта предоплаченные, бюллетени уже сделанные и специальные наклейки, которые будут сидели, опечатаны. Да, что-то вроде степени защиты. И он сможет, проголосовав, запечатать данный конверт, наложить эту печать и отослать предоплаченный конверт обратно. Это будет и для референдума отдельно, и для первого, и для второго тура отдельно. Поэтому, чтобы телезрители понимали, степень риска, скажем так, уменьшается, потому что эти конверты уже есть. Мы видим тот идентификационный номер, они отслеживаются. Тогда встречный вопрос. Сколько будет стоить один голос? Есть ли какие-то подсчеты предоплаченные конверты? Отчеты, я вам не скажу точные цифры. Для США они немножечко меньше, для Канады они немного больше. Но в Канаде есть обратная сторона вопроса. Там оплачивается в зависимости от отсылания конверта. И в случае, если не будет второго тура, то, возможно, будет что-то сэкономить. Однозначно голос, голосование по почте обходится дороже, чем голос непосредственно на избирательном участке. Сколько примерно стоит? Что-то в районе 20 долларов, но я... Один голос? Один голос, да. Около 4 с 75, если я не ошибаюсь, стоит почтовое отправление в США.